Мне выступление Макрона напомнило старую-старую китайскую доктрину. В начале 70-х годов еще в Советском Союзе, еще в начале 80-х выпускали, были книги «Библиотечка пропагандиста», «Библиотечка контрпропагандиста». И вот там попалась мне книжечка, которая была посвящена борьбе с китайским развенчанием китайского гегемонизма. И вот там же как пропаганда, контрпропаганда. Там цитируют первоисточники, какие-то предложения. И вот мне запомнилось, что доктрина Китая состояла в чем? Что есть две сверхдержавы в мире, это средина 20-го века, 60-е, 70-е годы. Есть две сверхдержавы в мире, США и СССР. Это две империалистические сверхдержавы. У них есть колонии. У Америки, вот те, которые вот Западная Европа, НАТО. У Советского Союза это вот то, что мы называли соцстраны. И зависимые от них, то есть вот эти все, мир разделенный. А есть еще государство третьего мира. Подлинно свободное движение и в авангарде этого движения Китай. Он против империализма США и против империализма СССР. И вот если говорить о том, что сказал Макрон, это позиционирование. Вот есть два полюса. Мир настолько изменился. Мир настолько изменился, что есть два полюса. США и Китай. И все вот эти, да, вот они, особенно то, что касается Европы, западной части Евразийского континента, если точнее, да, то есть то, что вот Европа в широком смысле от Лиссабона до Владивостока, включая Россию, вот все оказались между этими двумя огнями. Америка, да, закат, вообще закат Запада, закат Запада начался в 2000, ну, можно считать 2008 год, хотя чуть раньше, да, потом, ну, то есть по поводу периодизации еще чуть позже скажу. Так вот, и вот, и вот Франция во главе с мужественным, смелым человеком, дальновидным, мудрым президентом Макроном во главе этого движения свободных государств, которые вот оказались между двумя полюсами. Вот это приблизительно так выглядит в моем восприятии. На самом деле, да, слава Богу, что они увидели, что мир изменился, потому что мир начал меняться, я уже недократно здесь в вашей студии говорил, что по большому счету можно говорить о двух десятилетиях трансформации геостратегии. Начался он условно, если условно даты говорить, да, 2008 год. Далее, события 2011 года, Арабская весна, они эти процессы ускорили. Почему 2008 год? Потому что экономический кризис, который случился осенью, он запустил те тенденции заката Европы, заката Запада, которые уже просматривались и ранее в нулевых годах. А вот экономический кризис просто их оголил, все эти контуры, тенденции и подтолкнул, то есть придал им ускорение, стало все более отчетливым, что-то проявилось быстрее отчетливо, чем если бы это было без кризиса. Ну и плюс события 2011 года, события Арабской весны, они тоже сработали подобным же образом, как и, простите, мировой экономический кризис. В итоге, что мы увидели еще в это первое десятилетие? Мы увидели период, в который глобальное отступление Америки, президентство Барака Обамы, первый срок с 2008 по 2012 год, и потом второй срок по 2016 год. Мы увидели в 2008 году то, что Россия начала пытаться восстанавливать свое величие и сделала конкретные жесткие шаги. То есть да, мюнхенская речь с 2007 года это все хорошо, но вот реально это Кавказская война, августовская, 8 августа 2008 года. Далее, 8 августа 2008 года состоялось еще одно очень важное, а возможно более важное событие в символическом смысле, чем война на Кавказе. Это Олимпиада в Китае. Олимпиада в Китае это была демонстрация вот этой вот мощи, то есть развитие Китая, чего Китай достиг в экономическом смысле, каким он стал современным, да, в технологическом. Китай стал открытым, Китай стал другим, совершенно. Это не тот Китай, который был 20 лет назад. Это не тот Китай, который был в 1978 году, когда начинались реформы. Вот это было самое важное событие после мирового кризиса. Вот война на Кавказе, это третье по значимости событие. Дальше я сказал, уже 11-е годы, арабская весна. Дальше мы увидели ИГИЛ, миграционный кризис. Дальше мы увидели аннексию Крыма, войну на Донбассе. То есть то, чего, в общем-то, многие допускали, но считали, что это маловероятно в Европе. Вот оно случилось. Ну и, кроме того, закончилось первое десятилетие. Вот как оно хорошо попало. 2018 год, 1 ноября. Саммит Большой двадцатки в Аргентине. Стояние на реке Угре. Соединенные Штаты признали, что они с Китаем не могут совладать прежними методами. Да, вот эти все рецидивы, Трамп пытается выкручиваться. Да, вообще, что такое стиль Трампа? Трамп не способен ни на одну сделку. Вообще ни на какую. Вообще ни на какую. На большую? Вообще ни на какую. На маленькие может быть тот, но это не сделки. Я скажу, почему не сделки. Сейчас я с периодизацией чуть-чуть закончу. И вот, что мы увидели по итогам Трамповых маневров, по его попыткам оказать давление на Китай. С помощью Синьцзяна, Тайваня, Гонконга. И теперь ракет средней и малой дальности. Мы увидели вот эта волна обвала по биржам. Почему я склоняюсь к тому, что это не без непрямого подталкивания со стороны Китая это было. Потому что эта волна по своему смыслу. Даже если китайцы действительно к ней не имели никакого отношения, эта волна стала яркой демонстрацией для всего мира, что такое Китай в современной мировой экономике. И почему его нельзя трогать даже вот так, как вот пытается трогать Трамп. Насколько серьезными могут быть последствиями от одних только слов Трампа. Понимаете, что вышло по итогу? Это событие, которое настолько подчеркнуло именно небывалую роль Китая во всей мировой архитектуре. И это касается и экономики мировой, и торговли, и политики безопасности. Поэтому вот это событие оно продемонстрировало. Но, как я сказал, 1 декабря 2008 года, это первый год, это первый день китайской эпохи. Начало первого года, 18-го года, это первый год китайской эпохи в мировой политике. Дальше. Как Макрон хочет найти свое место в этой эпохе? Сейчас по поводу Макрона. Вот дальше что? Дальше еще будет лет 10, пока все это будет перестраиваться. Может быть 5, может 7, может 10. То есть я не исключаю, что переформатирование геостратегии, оно завершится где-то к 2025, может быть 28, а может к 30 году. То есть это все пока условно. Какое переформатирование? Я не исключаю, что большая семерка, она как была пережитком уже в последние годы, так она уйдет вообще на второй план. Мы увидим перегруппировку государств. То есть процессы будут продолжаться, мы уже сейчас видим. Мы увидим, возможно, еще реформу Совбеза ООН и ООН как такового. Можно говорить о том, что теоретически Совет Безопасности, именно количество постоянных членов станет больше. А сам их мандат будет несколько реформирован, но я думаю, что в это у всех останется. Просто в эту группу могут еще включить Индию и еще ряд государств, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Потому что сейчас мы видим, что та архитектура, которая породила, то есть та силовая архитектура мира, которая породила ООН и Совет Безопасности, ее уже нету. Тем более, как нету и большой семерка, уже неактуальная и большая семерка. Кстати, Германия. Германия туда просто просится, в этот постоянный член Совета Безопасности ООН. И тут вопрос, наверное, будет в том, как договорятся с точки зрения паритетности, кто на кого согласен, и при условии, что вы учтете наших пожелания, что наши кто-то еще будут включены. Поэтому я не исключаю. И, естественно, переформатирование западной части Евразии, это то, что касается Европы, Ближнего Востока, это тоже будет происходить. Поэтому, что Макрон? Макрон опоздал, возможно, с оценками, но пока что у нас, наверное, наступает время для того, чтобы уже руководить какими-то изменениями. Даже Венгрия, вот он по поводу Венгрии говорил, что даже руководство Венгрии, и то оно впереди оказывается, да. Он критиковал руководство Венгрии, и там еще не помню, какое государство вспоминал. Но, тем не менее, фактически Макрон во многом будет сейчас наследовать политику Орбана в развитии отношений с Китаем. Поэтому Макрон сейчас пытается что? Пытается позиционировать как вот себя, как президента страны, как человека, который определяет развитие Европы на целую эпоху, да, закладывает эпоху. Ну, как Деголь, да. Но Деголь больше для Франции, хотя и в европейской политике все-таки Деголь – это эпохальная фигура вообще в мировой политике. Так вот, Макрон сейчас пытается вот это все. Он все хорошо сказал, иногда это выглядит слишком наивно местами, но, тем не менее, он сейчас пытается, попытался изложить программу, которая вот определит эпоху. Я думаю, это выступление войдет в историю уже, потому что оно было там действительно впервые обозначено вот так серьезно речь. Но будет ли Макрон лидером, есть ли у него политические способности для того, чтобы сделать Францию лидером какого-то процесса? В любом случае нельзя говорить о том, что это в авангарде этого процесса, который обозначил Макрон, поиска своего особого будущего Европы и особых новых контуров Европы в будущем изменяющемся мире, что тут будет фаворитом Франции. Нет, скорее всего, это будет и дальше франко-германский альянс, возможно, к нему подключаться еще кто-то, итальянцы. Посмотрим, чем в итоге этот Brexit закончится, не закончится. Может быть, и Британия останется в Евросоюзе, и новое британское правительство будет не так ориентироваться на Америку. Тут еще вопрос, что будет с Америкой. Изменения не происходят, пускай не так, как страницы переворачиваешь книги. Все-таки для всего нужно время. Для геополитических, глобальных, эпохальных страниц, для того, чтобы переворачивать эпохи как страницы, нужно слишком много времени.